Коммунальное ЧП в Харькове. Под старым коллектором провалилась земля и уже две недели люди живут буквально на краю пропасти. А коммунальщики все это время гадают, что делать. Все подробности знает Светлана Шекера. Александра живет в доме по улице Грековская. Говорит, две недели назад собственными глазами видела, как возле ее дома начала проваливаться земля. Первый раз оно ночью произошло, такой обвал еще видно, такой небольшой был. А второй где-то в районе пол седьмого утра. Вот такой грохот, я открыла, искры сыпятся и туман. В 10-метровую пропасть провалились дерево, часть забора и половина старого дома. Коммунальщики во всем винят коллектор. Он проходит на 20-метровой глубине. Конструкция разрушилась, вода подмыла грунт. Местные жители рассказывают, за две недели ничего не изменилось, а котлован расширился еще на полметра. Страшно, конечно. Вы же видели, что дом трещит и вообще страшно, если оно подвигается дальше. Вице-мэр, проезжая мимо, из окна своего внедорожника объясняет. Люди просто не замечают того, что сделано. Показывает два насоса, они перекачивают стоки в обход аварийного колодца. Я не понимаю, как можно так оценивать, ничего не делали. Посмотрите, сколько работы сделано. И самое главное, посмотрите, люди там сидят и работают, и контролируют этот процесс. В администрации Харьковводоканала еще не решили, что делать дальше. Коллектор построили 40 лет назад, тогда его проектировали без специальной защиты, поэтому коррозия разъела железобетон. Теперь, скорее всего, придется строить новую ветку. Для ликвидации этой аварийной ситуации необходимы специальные методы и организации, которые владеют горными работами. В данном случае нами привлечена проектная организация, и идет уже с ней работа по изготовлению проектной документации. Вчера возле котлована впервые появилась техника. Сегодня бульдозеры уже разъехались, но часть ямы остается не засыпанной, и отсюда хорошо видно, насколько глубоко провалилась земля. Когда возьмутся за восстановление коллекторов, водоканали не знают. Люди же из соседних домов боятся за свое жилье. Из-за смещения грунта на стенах появились трещины. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.